здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки очередная 148 выполнялка и мне предстоит решить вот такую вот задачу найти общее сопротивление цепи ну а после того как мы найдем общее сопротивление цепи поскольку как вы видите на рисунке сопротивления все одинаковые можно брать любое сопротивление ну давайте я вам расскажу что тут нужно сделать прежде всего нужно нарисовать чертеж ну вот я схему нарисовал ну а теперь давайте сами начнем соображать значит напоминаю что при последовательном соединении сопротивление складывается если у нас здесь r и здесь r значит общее сопротивление будет 2r теперь если у нас параллельно соединяется сопротивление вот или резисторы здесь r и здесь r то общее сопротивление будет r деленное на 2 спросите почему да вот почему потому что общее сопротивление рассчитывается таким вот образом единица на r1 единица на r2 плюс и так далее единица на r3 и так далее и тому подобное вот это я обозначил r total то есть общее сопротивление вот этих двух сопротивлений но теперь представим себе что эти сопротивления одинаковы значит единица на r плюс единица на r получается 2 таких штуки да ну и тогда у нас получается что r total это r деленное на 2 то есть когда у нас имеется какое-то количество одинаковых сопротивлений которые соединены друг с другом параллельно вот ну допустим пусть их будет 5 штук тогда у меня общее сопротивление будет r деленное на 5 то есть нужно взять посчитать какое количество сопротивлений соединены параллельно и поделить сопротивление одного из них на их количество а что делать если у нас есть сопротивление разные то есть единица на r1 и плюс единица на r2 ну тогда что тогда у нас получается следующая штука общий знаменатель r1 r2 сюда r2 сюда r1 ну складываем дроби вот и тогда rt total это у нас r1 r2 деленное на r1 плюс r2 вот вот этой формулой мы будем пользоваться в нашей задаче и вот этой вот все ну что поехали да значит смотрим вот такую вот схему если вы вдруг увидели кстати говоря есть несколько вариантов решения но я расскажу на мой взгляд самый как мне кажется простой мы будем идти не самого начала а всегда нужно идти с конца вот отсюда мы будем идти смотреть что происходит итак смотрим вот это r и это здесь . здесь . здесь . это узлы то есть если я сейчас пойду не важно с этого узла и пытаясь дойти до этого узла да есть что вот такой вот вариант и когда я буду идти я вижу что вот это r и это соединены друг с другом последовательно так отлично значит место этих двух сопротивлений я могу нарисовать сопротивление одно только его величина будет равна двум арм вот то есть у меня а теперь вместо этих двух которые были получилось два а смотрим дальше видите вот эти две точки и тогда я могу увидеть что вот это 2 r и с этим аром соединены друг с другом параллельно давайте найдем сопротивление вот этого кругляшка и с этим как бы кругляшком да ну вот значит единица на ар вот этих двух кругляшков это у нас не что иное как единица на ар плюс единица деленное на 2 ар ну можно продолжать как бы складывать здесь что у нас получается можно воспользоваться и вот этой вот формула которую мы с вами вычислили получится одно и то же ну давайте сначала так сделаем потом покажу как тут сделать но это же как общий знаменатель да у нас здесь будет два ар правильно вот два ар поэтому сюда у нас пойдет что здесь у нас двоечка а здесь у нас единичка вот правильно правильно значит получилось 3 тогда у нас ар с двумя вот этими кругляшками это у нас будет просто-напросто 2 2 3 этих ар давайте посмотрим что здесь получается ар равняется ар плюс 2 ар правильно а здесь у нас будет ар умножить на 2 ар так ну вот значит 2 ар 2 ар и что у нас получается у нас получается 2 ар в квадрате деленное на 3 ар 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 сократили получили две трети ар то есть можно и таким способом и таким способом продолжаем вот продолжаем и так я нашел сейчас вот эти два кругляшка это означает шел два кругляшка два питочка нашел так ладно значит тут у нас две трети ар и что мы видим стирая буду все это последовательно как бы делать не параллельно а последовательно значит смотрите внимательно сейчас вот эти вот эти вот у нас получилось два кругляшка и вот с этим ар соединено как опять последовательно получается вот это я сейчас уберу да и вижу и вижу что вот эти две третьих ар вот с этим аром бах бах соединены друг с другом опять последовательно поэтому вот эти два кругляшка которые у меня получились вот с этим я должен опять с этим сопротивлением должен искать опять общее сопротивление ну давайте от кругляшков отвлечемся да и обозначим вот это вот сопротивление последовательно ну допустим ар один ар один да вот ар один будет равняться ар и плюс две третьих ар значит что у нас получается ну как бы что было понятно если ар вынесу за скобки будет единица и плюс две трети правильно значит единицы и две трети это одна и две трети то есть мы получили что ар один равняется одна и две трети ар можно оставить так но в принципе когда решаются такие задачи все-таки нужно записать как обыкновенную дробь пять третьих ар вот это вот я нашел и что я вижу а я вижу что вот эти два сопротивления вот с этим сопротивлением будут соединены друг с другом параллельно вот что у нас получается вот что у нас получается вот видите какая штукенция вот такая значит тут будет пять третьих ар ну опять вот этой формулой давайте с вами воспользуемся только что у нас получается я сейчас буду искать вот это вот сопротивление я обозначу его через r2 то есть единица нет вот этой формулы значит r2 у нас будет равняться чему вот это у нас пусть будет первое это второе сопротивление значит пять третьих ар я умножаю на ар видите а здесь просто-напросто складываю r и пять третьих r во что у нас получается тогда тут будет пять секундочку тут будет пять третьих r в квадрате а что такое пять третьих ну это одна и две третьих я специально здесь не стер и еще единичка значит будет две и две третьих или восемь третьих правильно восемь третьих r ну и что тогда тут получается восемь третьих r пах пах сократили вот а что еще можно сократить да вот эти троечки и тогда у нас получается пять восьмых r правильно правильно и так что мы сделали мы сложили вот это и это да нашли общее сопротивление а теперь видим что вот это r2 которое у нас здесь получилось вот оно r2 у нас получилось вот r2 получилось у нас r2 которое равняется пять восьмых r соединенного с этим r опять как опять последовательно значит я сейчас буду искать вот это r3 это что означает r3 это опять таки r и плюс пять восьмых r сколько это получилось 1 и 5 восьмых r или 13 восьмых r понятно да вот это у нас r3 и мы видим что вот это r3 вот с этим r вот с этим r опять друг с другом параллельно опять друг с другом параллельно поэтому мы сейчас вот видите вот здесь вот можно что сделать вместо вот этих двух сопротивлений поставить одно единственное вот оно вот оно это у нас получилось r3 и r3 вот с этим r соединено как параллельно значит опять таки должен искать вот сейчас вот я буду искать вот это вот это у нас будет уже r4 значит r4 смотрим внимательно r4 будет равняться дробная черта r3 это 13 восьмых r я снова умножаю на r и делю на их сумму 13 восьмых r плюс r r что у нас получается тут получается тринадцать восьмых r в квадрате а здесь 1 и 5 восьмая ну 13 восьмых и плюс единичка значит опять получается 2 и 5 восьмых 8 и 2 16 плюс 5 21 21 восьмая r r сокращаем и восьмерки убираем значит опять у нас получается 13 двадцать первых 13 двадцать первых r вот это я нашел сейчас что r 4 вместо этих сопротивлений вот сейчас этих сопротивлений я могу вот сюда как бы присобачить вот r 4 видите и опять таки чтобы прийти из этой точки сюда я должен уйти так 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 и сюда значит r 4 вот с этим r опять соединены друг с другом как последовательно и я вот эту их сумму обозначу через как r 5 значит r 5 это у нас не что иное как 13 двадцать первых r и прибавить r вот и что у нас получается а у нас получается 1 и 13 двадцать первых ар или 34 двадцать первых ар о ну и последний штрих что вот это вот штукенция соединена с этим аром опять таки параллельно то есть я сейчас вот это r 5 который получил могу вот таким вот образом как бы сюда подсоединить ну вот это у нас 34 двадцать первых ар ну и все тогда вообще общее сопротивление будет равно r это 34 двадцать первых ар ар умножаю на ар а здесь я буду складывать одну целую 13 двадцать первых ар плюс ар ну вот согласно этой формуле и что у нас тогда получается у нас получается такая штука 34 двадцать первых ар квадрат ар а здесь у нас будет 2 целых тринадцать двадцать первых ар это это мы с вами сократили ну и что у нас получается это 42 и 55 значит получилось здесь 34 ну так запишем дробная черта 34 двадцать первых ар а здесь у нас 42 55 двадцать первых просто-напросто я же уже ар сократил 21 21 и конечный результат 3 4 55 ар вот все нашел так сказать общее сопротивление а в задаче было сказано подсчитать общее сопротивление если сопротивление а равняется пять с половиной ом вот видите не зря дали такое очевидно число это меня наводит на мысль что я вроде бы как бы правильно сделал хотя мог и ошибиться вот мог и ошибиться 34 55 ошибиться с точки зрения подсчета дробей вот и умножить на пять с половиной да ну и что тогда получается вот а получается следующее если мы все на пять с половиной сократим тут у нас будет 10 правильно правильно значит общее сопротивление 3,4 ома ну вот как говорится приплыли вот им не остается только добавить вам дорогие мальчики и девочки что вы учите физику на одном из самых суперских каналов который я называл физика это просто канал на котором достаточно сложные задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело возьмите и запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить всего всего вам доброго до свидания до новых встреч и до новых выполнялок